Шахматист, журналист и дипломат Бенджамин Франклин в свое время подписал Декларацию Независимости и Конституцию США. Он же изобрел ласты. Тогда ему было 11, и это выглядело так. Сегодня в его день рождения, день детских изобретений. Максимум графика, минимум графика. И видим, что он работает без нагрузки по сумме амплитуд. А это уже гений 21 века. И живут они рядом с нами. Как не оставить без тепла Барнаул или Яровое, знают Кирилл и Александр. Их изобретение – нейросеть, которая отслеживает электромагнитное поле двигателя. К примеру, на ТЭЦ. Такие системы, установленные на двигателях, могут периодически собирать информацию и обрабатывать, можно сказать, предсказывая, сколько мотор еще будет работать нормально и через сколько его придется заменить. Обходчик оборудования идет, он просто прибором измеряет электромагнитное поле у двигателя и искусственный интеллект на планшете или на каком-то КПК ручном показывает, исправен двигатель или неисправен, хотя он работает. То есть какие скрытые дефекты в этом двигателе уже имеются. Еще один плюс. Такая диагностика не требует остановки. Двигатель продолжает работу и предприятие не несет убытки в сотни тысяч рублей. Изобретение можно назвать чудом и сейчас его цена всего две тысячи. Мы планируем продолжить наши разработки. Скорее всего, мы очень надеемся это увести в коммерческое русло, в плане внедрить на реальное производство, получить реальный фидбэк от людей и попытаться как помочь людям, так и создать свой стартап. Рядом с Кириллом и Александром изобретают информатики, математики, физики, химики и те, кто занимается робототехникой. Наследники Полузунова изучают науку фундаментально. Подобного в школе зачастую нет, как и лабораторий, исследований и экспериментов. У вас в среднем пятиклассник сколько часов занимает? По физике он занимается 10 часов. Из них два физика, два химия, два информатика, два математика, два этих творчества. То есть подготовка вот такая. Результат работы – это победы на конкурсах, бюджетное место в Москве и приглашение на работу. В прошлом году Александр и Кирилл стали финалистами на международном конкурсе в Штатах. Свою работу презентовали на разговорном английском. Сейчас предстоит на русском. Возможно, имена барнаульских ребят тоже когда-нибудь станут наравне с именами, давно вписанными в историю. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.